ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Естественно, для многих людей, обдумывающих житье, особенно для молодых людей, сегодня одна позиция, завтра другая. Если человек приобретает знания, какой-то жизненный опыт, у него позиция изменяется. Здесь в данном случае речь идет о человеке, по крайней мере формально обладающем какими-то достаточно глубокими знаниями, имеющем жизненный опыт. И вот его позиция тоже каким-то образом изменилась. Я не буду сразу называть имя, я возьму его книгу, даже не буду пока называть время, когда все это дело им было написано, опубликовано. Здесь в конце книги, что интересно, в конце книги есть призыв к политическому объединению. Книга довольно увесистая. И призывы достаточно острые, я бы сказал, в отношении ныне действующей власти. И все очень актуально, резко. В обмен на узурпацию политического процесса президентской администрации, руководителям допускаемых к нему политических партий, разрешена приватизация последних. Олигархо-бюрократическая политическая модель окончательно сформировалась. Самый избираемый диктатор опирается на назначенных им политических помещиков, кормящихся от прикрепленных к ним бизнес-структур и рекрутирующих лично преданных функционеров на допуск к депутатским привилегиям. У этой модели только одна проблема – полное отсутствие какой-либо обратной связи с обществом. Сформированная президентской администрацией политическая система в принципе исключает появление на выборах новых неконтролируемых ею партий, неугодных ей лиц. Осталось зачистить политическое пространство от тех, кто уже в нем находится без разрешения Кремля. Те, кто отказываются от участия в этом Кремлевском театре политических марионеток и претендуют на самостоятельность, подлежат зачистке, на политической сцене должны остаться только куклы. Некоторые из лидеров не выдержали испытания политикой кнута и пряника, согласившись выполнять поручения президентской администрации в обмен на комфортное существование. Грязные политтехнологии, на которых специализируется президентская администрация, хорошо известны всем политикам, сохраняющим самостоятельность и отказывающимся от заманчивых предложений по исполнению ролей в Кремлевском театре политических марионеток. Через кампании грязной клеветы, сфабрикованные уголовные преследования, покушения на жизнь и здоровье родственников прошли многие известные в стране политики. До сих пор покрыты тайной истинной причиной убийства генерала Рохлина, журналиста Холодова, трагической гибели губернатора Лебедя. Чем влиятельнее претендующий на самостоятельность политик, чем он настойчивее и убедительнее, тем более жесткие методы зачистки применяются для его устранения с политического пространства страны. Лидеры оппозиции должны понять, что действующая власть ставит их перед выбором превратиться в политических кукол или стать героями народного сопротивления. Тем, кто к этому выбору не готов, придется оставить политическую деятельность, их просто перестанут замечать. Нынешняя власть не стесняется в средствах и действует вне правовых рамок. Противостоять ей могут только силы со стойкой идейной мотивацией, способной на самопожертвование ради спасения Отечества. Нынешняя власть пытается выдать себя за демократическую, следующую принципом правового социально ориентированного государства. В действительности нет ни того, ни другого, ни третьего. По сути, она продолжает ельцинскую политику разграбления национального богатства под прикрытием либерально-демократических лозунгов и псевдопатриотической демагогии. Вслед за приватизацией производственных предприятий она приступила к разделу природных ресурсов и социальной сферы. Объективный анализ реальных последствий, проводимый в стране социально-экономической политики, доказывает, что главной целью деятельности нынешней власти является максимизация доходов властвующей олигархии и вывоз капитала за рубеж. Единственное отличие нынешнего режима власти от ельцинского заключается в перемене мест слагаемых. Если при Ельцине страна управлялась космополитической олигархией в симбиозе с коррумпированной бюрократической верхушкой, в котором последняя обслуживала первую, то сегодня роли поменялись. Олигархи вынуждены присягнуть на верность политическому руководству и купить себе индульгенции, поделившись доходами и собственностью. От перемен мест слагаемых сумма не изменилась. Не вызывает сомнений и идентичность результатов обогащения компрадорской властвующей элиты при обнищении лишенного права на выбор народа, вывоз капитала, утечка умов за рубеж на фоне деградации внутреннего научно-производственного и интеллектуального потенциала. Эти результаты видны сегодня невооруженным глазом, разрушение передовых отраслей промышленности, упадок научно-интеллектуальной деятельности, стремительная деградация образования, здравоохранение культуры, чудовищное расслоение населения по уровню доходов, опускание более половины российских семей в беспросветную нищету на фоне сказочного обогащения узкого круга участвующих во власти олигархов. Эта политика отвергается научным сообществам и специалистами, как вредная для страны, противоречащая общенародным интересам, тем не менее она проводится уже многие годы и сегодня приобретает завершенные правовые формы. На лидерах оппозиции лежит ответственность за достижение декларируемых ими целей, призванных объединить народные массы в борьбе за свои интересы и спасение Отечества от разграбления и колонизации. Для этого они должны не заигрывать с властью и не имитировать борьбу с ней, а указать народу путь к общенациональному успеху и процветанию. Ну вот это почти все. Видите, такая резкая политическая декларация. Вот еще. Отказ лидеров народно-патриотических сил от объединения вызывает вполне обоснованное подозрение в их закулисных интригах с президентской администрацией. Не секрет, что некоторые из них пытаются договориться с Кремлем о предоставлении им преимуществ в конкурентной борьбе с другими партиями народно-патриотической направленности. Желающие о чем-то договариваться с президентской администрацией должны избавиться от иллюзии какого-либо партнерства. Так же, как партнерство с мафией может вестись только на основе полного подчинения ее правилам и, безусловно, исполнения приказов вышестоящих по иерархии преступного сообщества. Так и партнерство с нынешней властью любого независимого политика неизбежно предполагает отказ от независимости и от политики. Построенной нынешней властью в политической системе остается только один политик – президент Путин. Все остальные должны либо исполнять поручения вышестоящего начальства, либо исполнять отведенные им роли в политическом театре марионеток, в котором президентская администрация ставит публичные политические спектакли. У меня нет сомнений, что среди уважаемых лидеров НПС найдутся желающие подыграть власти в ее театре марионеток. В жизни есть более интересные занятия, чем прислуживать в политическом балагане с целью обмана собственного народа. Каждому из лидеров НПС следует определиться либо решиться на настоящую тяжелую и опасную борьбу с изрядно криминализированной властвующей олигархией, либо согласиться на хорошо оплачиваемую роль в театре политических марионеток президентской администрации. Итак, первое, что мы должны сделать для объединения НПС – отмежеваться от марионеток, играющих роль лидеров в различных структурах НПД. Критерий этого отмежевания очень прост. Тот, кто не бегает в президентскую администрацию за инструкциями и не выторговывает себе роль, тот остается с нами. Вот такой, можно сказать, манифест. Я его не полностью прочел. Но, наверное, каждый из тех, кто его прослушал, может сказать, насколько это актуально для сегодняшнего дня. Это вот прямо можно в виде листовки распечатывать и раздавать на митингах националистов, патриотов, на мероприятиях русского движения. Это было опубликовано Сергеем Юрьевичем Глазьевым. Вот его книжка. «Я просто выполняю свой долг». Он просто выполняет свой долг. Он выполнял свой долг, когда вот с таким манифестом выступил. А сейчас прошло 10 лет. За эти 10 лет Сергей Юрьевич Глазьев стал известен как человек, который непримиримо борется с этим коррумпированным режимом. Выступает где-то против этого режима. Нет, он оказался очень быстро. Вот в 2005 году он с этим манифестом обратился. Можно сказать, призвал всех в атаку. Люди поднялись, бросились, можно сказать, на врага. А тот, кто призвал, еркнул в окопчик. Очень быстро. В 2007 году, когда исчерпывались полномочия депутатов Государственной Думы фракции Родина, Сергей Юрьевич Глазьев уже имел совершенно другие взгляды на жизнь. И в той же самой книжке он не постеснялся их изложить. И я сейчас об этом тоже расскажу. И тоже приведу цитаты. То есть прошло всего-то два года. И, видимо, что-то было все-таки предложено. В Театре марионеток Сергею Глазьеву нашлось место. Вот уже в 2007 году, по-моему, апрель или май, в ежедневном журнале опубликовано было интервью, где Сергей Юрьевич Глазьев говорил так. Я очень рад, что, наконец, те цели и задачи в области социально-экономического развития страны, которые ставил Блок Родина, стали частью государственной стратегии развития страны, начиная от решения проблем модернизации жилищно-коммунального хозяйства и заканчивая задачами модернизации экономики и ее структурной перестройки на основе прорывных направлений научно-технического прогресса. Они сегодня восприняты властью в качестве целевых приоритетов экономической и социальной политики. Правильно оценены масштабы ресурсов, которые нужны для их решения. Если еще год назад правительство соглашалось выделять на эти цели от силы несколько миллиардов рублей, то сегодня речь идет о сотнях миллиардов, которые необходимо вложить в модернизацию ЖКХ, и жилищного строительства, финансирование прорывных научно-исследовательских разработок новейшего технологического уклада. Правильно оценены масштабы финансирования конституционной реформы. Напомним, что 2007 год – это Путин президент, а во главе правительства стоит Медведев. Я рад, что президент фактически согласился с нашей позицией о нецелесообразности вывоза бюджетных доходов за рубеж под видом стабфонда. Хорошо, что президент в своем послании объявил о направлении денег в фонд национального благосостояния. Такие похвалы Путину идут. Последние два президентских послания Путина свидетельствуют о том, что глава государства взял правильный курс. Беда в том, что его проведению мешают не те, кто, по словам президента, хотел бы вернуть недавнее прошлое, а лично преданные ему назначенцы. Но это уже включение, можно сказать, в конкуренцию, в борьбу за место, в той толпе, которая скопилась у трона. Озвученные президентом цифры бюджетных ассигнований в основные отрасли развития страны позволяют мне говорить, что масштаб задач оценен правильно. Цифры, которые назвал президент, совпадают с цифрами нашей альтернативной концепции бюджетной политики. В социально-экономической сфере очень многое из того, что мы потребовали от власти, отражено. Даже такие детали, как повышение экспортной пошлины на экспорт круглого леса или программа развития нанотехнологий, заявлены в качестве задач, которые нужно решать сейчас. Мы пришли сегодня к той политике, которую начинало правительство Примакова, но уже спустя 8 лет, в течение которых можно было бы сделать очень многое. Очень жаль, что обучение наших министров обходится стране столь дорого. Ну вот, и все это было названо «Новый экономический курс президента». Книжка 2007 года. Выпущена она еще до истечения этого года. И я ее получил, можно сказать, на прощальной встрече Сергея Юрьевича Глазьева со своими соратниками во время выборов 2007 года, где, к моему удивлению, Глазьев сказал, «Проект Родина закончен, потому что все наши предложения приняты». И вот те, кто бежал в атаку, вдруг обнаружили, что лидер-то и нет. Лидер в окопчике. Где-то в апреле-май 2007 года договорился в администрации президента, что его там примут, что он получит должности. И он включился в театр марионеток, к которому так презрительно отзывался. Человек, которого, можно сказать, патриотическое движение выдвигало, возлагал на него надежды, подкрепляло его общественным мнением, суждениями позитивными в его сторону. Просто отцепился от этого движения, и оно, можно сказать, исчезло, потому что лидер весьма существенно воздействует на тех, кого он ведет. Без полководца армия распадается, это дело известно. Но вот полководец тихо-тихо отполз. Я-то никогда не считал Сергея Глазьева своим лидером. Так уж получилось, что в 2003 году на выборы пошли вместе Глазьев и Рогозин. Я все время работал с Рогозиным, и его своим лидером считал. И когда он сказал мне, что мы пойдем на выборы вместе с Глазьевым, я скорчил такую мину, как будто съел свежий лимон. И почему у меня было такое отношение? Вроде бы так вот домохозяйки смотрят на это лицо, которое выступает по телевидению, что-то там говорит, умные слова. Согласен с тем, что как-то сказал Валентин Катасонов, что экономика – это не наука. Ну, нет такой науки. Действительно, посмотрите все эти публикации в газетах, посмотрите даже экономические журналы, ну, там науки практически нет. Или это все достаточно примитивно. То есть человеку, который действительно занимался, скажем, естественными науками или математикой, вполне понятно, что экономика – это не наука. По крайней мере, на том уровне, который мы видим. 99% публикаций – это просто публицистика, которая использует определенную лексику. Вот лексика якобы служит каким-то признаком научности. Никакой научности там нет. Вот, скажем, вот книжка Глазьева. Он потом за то, что он отполз в сторону от того, что он назвал народно-патриотическое движение, на самом деле не такое было движение, не будем об этом, он получил звание академика. Вот академик пишет книгу, в которой он описывает свои предложения, с чем он выступал, какие он выдвигал идеи, какие идеи он пытался реализовать в рамках парламентской деятельности фракции «Родина». Но здесь нет экономики вообще. Здесь есть две таблички со ссылками, откуда они взяты, и больше ничего. Ни графиков, ни каких-то умозаключений, которые можно было бы считать выводами. Нет, это просто публицистика. Вот толстенная книжка сплошной публицистики. Никакой науки я, честно говоря, здесь не вижу. И вообще, какую книгу не возьми по экономике, ну нет там. Политэкономия, понятно, политэкономия там больше философии, чем науки. Но если речь идет об экономическом академике, то хотелось бы видеть хоть какие-то признаки экономической науки. Их нет. Ну, вот Валентин Катасумов, он прямо довольно открыто отрекся от того, что это наука, и поэтому к нему претензий нет. У него тоже книжки вроде бы по экономике, но на самом деле это экономическая публицистика. Это разговоры о достаточно примитивных вещах. Статус Центробанка, куда, как надо работать с деньгами. Все это еще известно с 19 века. Никаких новшеств нет. Функции денег их проходили даже в советских высших учебных заведениях, в курсе политэкономии. Все это известно. Почему я вот не считал Глазьева лидером, и почему я шел за Рогозьевым, который тоже, в общем, совершил кульбит. Я думаю, что они примерно вместе где-то побывали в апреле-майе 2007 года в администрации президента, и там получили определенные заверения о том, что к концу года, к исчерпанию своих депутатских полномочий, они что-то получат. К сожалению, ни тот, ни другой лидер со своими соратниками не поделился этим знанием, и, в общем-то, их взяли. Потом мне Дмитрий Рогозин тоже достаточно откровенно говорил, что его берут туда, во власть, только одного. Ну, ради бога, берут тебе одного. Наверное, Глазьева тоже взяли одного. Может быть, он в Государственную Думу несколько своих секретарш привел разного пола. Может быть, там еще кого-то одного взяли, его тоже для исполнения таких же функций. Но все остальные-то были брошены. То есть вот те, кто был во фракции Родина, кто сражался с этой олигархией, там, может, ссорились между собой, но цель-то была одна, и деятельность была вполне четко направлена в русле того манифеста, который был написан Глазиевым в 2005 году. Но до этого были, естественно, предвыборная программа, множество всяких других высказываний и выступлений. То есть была реальная борьба с этим олигархическим режимом до 2005 года, может быть, до апреля 2007 года. А потом был сговор, переход в стан марионеток, кукол в зависимости от кукловодов. Лидеры Блока Родина и партии Родина получили какие-то ковришки. А что получили все остальные, кого они поднимали в атаку? Да, в общем, ничего. А с Глазиевым мне было известно, что так оно и должно произойти, потому что я помню его кульбит еще 1995 года, когда Конгресс русских общин шел на выборы. Во главе списка стояли Скоков, Лебедь, Глазиев. Он был на третьем месте и мечтал, что Лебедь всех вытащит туда, в парламент, и он снова сможет в определенном статусе продолжать свою политическую карьеру. Но когда речь зашла о том, насколько мы соратники в этом блоке, оказалось, все не так просто. Тогда по одномандатным округам тоже выдвинулось довольно много кандидатов от Конгресса русских общин. И среди кандидатов по Москве был наш соратник, один из соучредителей, создателей Конгресса русских общин, Сергей Петрович Пыхтин. К сожалению, его уже нет среди нас. Он скончался в 2011 году. Тогда, в 1995 году, он по одному из округов города Москвы выдвинулся кандидатом в Государственную Думу от Конгресса русских общин. И у него так получилось, в его округе конкурентом ему оказался Павел Медведев. Сейчас это человек, который занимает должность омбудсмена, всех финансистов, всех банкиров Российской Федерации. Ну, а тогда он баллотировался от какой-то либеральной партии. С ним Глазьев по депутатской деятельности был знаком. Видимо, у него были какие-то дела. И так получилось, что Глазьев, состояв в блоке Конгресса русских общин, будучи одним из лидеров этого блока, выступил открыто, публично, письменно, выступил против, можно сказать, своего политического соратника Сергея Пыхтина, который выдвинулся от того же блока по округу, где был вот этот Павел Медведев. Совершенно бесстыдными строками обличения Сергея Пыхтина, который ввел борьбу против своего конкурента, тоже высказываясь достаточно жестко, Глазьев обвинил Пыхтина, что он там исказил действительность, что он обидел уважаемого человека. Ну, как после этого можно уважать Сергея Глазьева? Я в голову от себя положил, что с этим человеком дело иметь нельзя вообще никогда. Я уже не говорю о том, что он был в правительстве Гайдара, а потом из него ушел, ну, якобы это вот 93-й год, переломный такой, вот он демонстративно ушел, потом он почему-то сразу оказался в руках коммунистов, и выращивание его как политика произошло вот в этой среде, вот из этой коммунистической почвы, и вырос авторитет экономиста Сергея Юрьевича Глазьева. И в своей книжке он тоже довольно беззастенчиво пишет о социализме, хотя во фракции Родина, когда мы были, никто про социализм не говорил, и не было таких у нас договоренностей о том, что мы будем проповедовать какие-то социалистические ценности. Нет, ну, тем не менее, социализм в башке, вот социализм в башке то у либералов, то у коммунистов, потом у патриотов во фракции Родина, и, наконец, в качестве марионетки, у олигархии, в качестве советника президента Путина, о котором даже в этой книжке 2007 года были сказаны довольно жесткие слова. Ну, видимо, при составлении книги просто Сергей Юрьевич Глазьев не хотел потерять ни одного своего высказывания, насколько они ценны, и поэтому сложил сюда все свои прежние публикации, не особенно заботясь, насколько они между собой согласуются. Вот, оказывается, они не согласуются, находятся в прямом противоречии. Зато с 2007 года по настоящий день Сергей Юрьевич продолжает обслуживать олигархическую структуру, и его недавнее выступление с каким-то там докладом, вот якобы какой-то альтернативный доклад экономической политики, это тоже продолжение того же самого спектакля. Это вовсе не борьба за какое-то новое видение России, новое видение политики, экономики. Это один из актов спектакля, который разыгрывается перед нами. Я еще один эпизод напомню. Дмитрий Рогозин возглавлял Конгресс русских общин до 2001 года. Ну, так получилось, что Дмитрий Рогозин, вступив в какие-то взаимоотношения с Путиным еще накануне его первого избрания президентом, получил в Государственной Думе пост председателя Комитета по международным делам. Такой пост, который вроде бы предполагает деполитизацию своей деятельности. Поэтому Дмитрий Рогозин свернул деятельность Конгресса русских общин, он существовал в таком свернутом состоянии, в общем-то, особенно не высовывался, но и не распускался с 1999 года по 2001 год. Потом, видимо, жалко стало, что существует такая структура, но она как-то не раскручена, была раскручена на выборах 1999 года, но основательно подзабыта. А на следующие-то выборы с чем-то надо идти. И было предложено Глазьеву возглавить, благо Глазьев был свободен от таких вот государственных полномочий, ему было предложено возглавить Конгресс русских общин. Глазьев возглавил, провел съезд, где его избрали председателем. И на этом вся деятельность была закончена. Но даже не в результате того, что просто Глазьев не занимался Конгрессом русских общин, а в результате того, что он просто всех, кто действительно поднимал Конгресс русских общин с 1993 года, избавился. В частности, от меня, от упомянутого Сергея Пыхтина, от других, кто разрабатывал документы. Все эти документы были выброшены в мусорное ведро, просто исчезли. Люди, которые были вместе с Дмитрием Рогозьевым во главе Конгресса русских общин, обеспечивали его деятельность, тоже были отправлены, можно сказать, незамечены, как будто их не существовало, как будто создалась новая организация, совершенно новыми установками. То, что понавыпускали тогда, в 2001 году, от имени Конгресса русских общин, это шло совершенно вразрез со всем тем, что было до этого. То есть, человек воспринял вот эту комбинацию, как возможность захватить организацию, сменить все, кроме вывески, сменить руководство, сменить идеологию. И ведь то же самое произошло потом с партией Родина, которую отняли у Дмитрия Рогозина, ровно по той же схеме. То есть, сменили все, всю начинку сменили, а потом сменили даже и название. То есть, на базе юридического лица партии Родина, вот собрали всякую шушеру, вычистив оттуда все, что было от Родины. Вычистили идеологию, вычистили название, только юридическое лицо взяли. И, конечно, когда вот это обнаружилось в 2001 году, я просто для себя еще раз решил, кто такой Глази. Это вот такой бесчестный игрок, бесчестный игрок на политической сцене. Он готов, чтобы за него кто-то таскал каштаны из огня, но отвечать за этих людей он не готов. И вот готов к разного рода комбинациям, типа захвата Конгресса русских общин. Ну, вот в 2001 году можно сказать, что Конгресс русских общин умер. Он потом еще в 2006 году попытался родиться, после того, как партию Родина ликвидировали, захватили, Дмитрий Рогозин попробовал снова возродить Конгресс русских общин. Но все закончилось одним съездом. А дальше, ну, видимо, дальше был вот апрель-май 2007 года, когда они с Глазиевым получили предложения, от которых не могли отказаться. И в конце 2007 года Дмитрий Рогозин уже праздновал назначение себя в Брюссель, а Сергей Глазиев, видимо, еще тогда, может быть, не знал, куда его назначат, а может быть, уже узнал там на таможенный союз, где он, собственно, ничего сделать не мог, да ему и не предлагали, не позволяли что-либо сделать. Вот сейчас он советник президента, который выступает с такими замечательными программами, как будто эти программы действительно кого-то могут интересовать. Честно скажу, меня его программы абсолютно не интересуют. Я даже читать его доклад, который там разные, одни люди хвалят, другие люди разносят, совершенно не интересует, потому что это политическая марионетка, потому что этот человек бесчестный, который готов к любому шагу для того, чтобы получить дополнительную известность, дополнительные очки. И вот домохозяйки, которые вздыхают, увидев Сергея Юрьевича на экране телевидения, это не те люди, на которых я лично хотел бы ориентироваться. Для меня это не соратники. Для меня соратники те, кто понимает, что происходит в политике, кто понимает, что происходит в экономике, те, кто вообще обладает совестью и мужеством противостоять разрушительной системе, о которых смело говорил Сергей Юрьевич в 2005 году и которым он служит в 2015 году. Для меня соратники те, кто не сгибается, кто не отступает, кто не уступает вот этой оккупационной системе, сложившейся в Российской Федерации. А такие люди, как Сергей Глазьев, это люди не просто уступчивые, это люди непорядочные, а из нравственных, морально-нравственных принципов проистекает все остальное. Можно наговорить тысячу правильных слов. Но если человек аморален, если человек не держит свое слово, если человек не держит свою позицию, верить ему нельзя. Это просто концерт. И просветительская часть моей беседы состоит в том, чтобы сообщить гражданам, не верьте политическому концерту, верьте политической судьбе и просматривайте ее. Если кто-то говорит очень правильные слова, посмотрите, что это за человек, что у него за биография, что он говорил раньше, что он говорит теперь. Понятно, что если человек занимает более жесткую позицию, наверное, он прозревает. А если он сдает свои позиции, то, наверное, он прозревает в том, что надо делать карьеру, а Россия подождет. Или это вообще дело второстепенное. И для России, конечно, нужны лидеры, не такие, как Сергей Юрьевич Глазиев, который бросает своих соратников, предает их и предает свои позиции, которые имел глупость опубликовать. А вот не опубликовал бы, я, наверное, бы и не сказал о нем тех слов, которые сказали «Слов горьких». Я все-таки как-то допускаю, что, может быть, в какие-то моменты я ошибаюсь, может быть, вот Сергей Юрьевич не таков, как я его увидел в 95-м, 2001-м, 2006-м. Может быть, он какой-то другой, может быть, вот, ну, просто не удается ему выразить себя так, чтобы я его понял. Но, видите, прошло уже столько лет, что как-то наши пути пересекаются, и я вижу, что все эти годы Сергей Юрьевич – это личность такая двуслойная. Он может говорить одно, а думать другое. Может за кулисами заключать какие-то сделки со своей совестью и даже не сообщать о том, что он перебежал уже в другой лагерь своим соратникам. Ну, что же делать? Из этого состоит жизнь. Если бы у национально-патриотического движения не было бы перспектив, то, наверное, не было бы у нее и предателей. Ну, вот Сергей Юрьевич Глазьев относится именно к таким людям. Наверное, он когда-нибудь рискнет вновь занять какой-нибудь пост. Может быть, Путин его сделает премьер-министром. Может быть, он в очередной раз пойдет на выборы президента, как это он сделал в 2004 году тоже, просто бросив всех своих соратников по родине, презрев их мнение о том, что мы не можем себе позволить сейчас противостоять власти на президентских выборах. Может быть, с ним произойдет еще что-нибудь, и он попытается стать героем, вновь стать героем в глазах миллионов граждан, миллионов избирателей. Но я лично предлагаю не верить таким людям. Раз предав, а Сергей Юрьевич предавал много раз, он предаст и еще раз. Поэтому не обращайте внимания на то, что пишут, говорят, к чему вас призывают, эти марионетки, которые зависят от кукловодов, сидящих в Кремле, и являющихся вашими граждане врагами, самыми отпетыми врагами, которые спят и видят, чтобы вывернуть вам карманы, разграбить ваше богатство, которыми вы должны владеть по праву, поскольку являетесь гражданами России, значит, наследуете все то, что было создано предшествующими поколениями. Нельзя верить марионеткам. Вот и весь политический ликбез.